Местом нашего сегодняшнего путешествия стал Лопатинский карьер номер 12. На пути к нему мы преодолели многие километры пути, несколько последних из которых были по грунтовой дороге. Шлагбаум оказался закрыт, и вокруг не было ни души. Поэтому последние три километра нам пришлось идти пешком. И вот мы наконец вышли по железнодорожной ветке из леса и перед нашими глазами предстал красивейший постапокалиптический пейзаж. Огромный песчаный карьер, изрытый вдоль и поперек. И ржавая железнодорожная ветка, уходящая вдаль. Туда, где виднелись те самые железные монстры. И первым на нашем пути была путепередвижка. Этот вагончик передвигал рельсы по мере разработки карьера. Делает он это при помощи специальных домкратов. Одним он поднимает рельс, а вторым двигает его в сторону. За день он может передвинуть рельсы на расстояние до 30 метров. Ну только посмотрите, какие у него гусеницы. Закрыто. Закрыто. Вот там внутри какое-то оборудование стоит. То есть смотрите, у него здесь есть и колеса, которыми он может ездить по рельсам. И гусеницы, которыми он ездит поперек. Вся вот эта вот бандуга. Царь, болт. Вот это нормальный такой болтяра. Вот так вот эта штука выглядит с другой стороны. Да, это, конечно, очень интересная штука. Но все же наш маршрут лежит туда. И следующим на нашем пути, упираясь своей стрелой, казалось, прямо в небо, стоял шагающий экскаватор советского производства ЭШ-1170. Он выполнял функцию зачистки песка от камней, пней и глины перед началом работы. Он одноковшовый, и зубья у него стачиваются за месяц работы до такой степени, что их приходится наплавлять. Что, надо лезть. Ух, ё-моё. Блин, внутрь сюда заходить на самом деле достаточно стрёмно. Горит свет, гудят все эти штуки. Наши, смотри. Обалдеть. Вот это да. Механизм, который поднимает все это. Ну и, собственно, выход наружу. Обалдеть. Целый цех на ходу. Ладно. Вперед. На самом деле, страдовать не только туда подниматься. Потому что вся эта конструкция довольно-таки хлипкая. Она шатается. Но, ребята, чего только ради вас не сделаешь. Поэтому я поднимусь все же наверх. Покажу вам все красоты. Блин, я вот поднялся буквально совсем на чуть-чуть. Мне еще идти, идти. Тут уже достаточно высоко. И тут огромный ковшик. Кажется уже таким маленьким отсюда. Эскаватор, домик. Тут очень ветрено. Но очень круто. Блин, капец. Надеюсь, что эта лесенка выдержит. Она очень сильно шатается. Но она держится. Итак, мы дошли до первой площадки. С прожекторами. Вся эта конструкция очень сильно шатается. Реально, не передать просто на камеру. Как-то утремно. Она выглядит очень сильно ненадежной. Но вверх мы должны покорить. Блин, а. Как я вообще на это решился-то, я не пойму. Ладно. Чуть-чуть осталось. Две трети пути пройдено. Блин, казалось бы, просто... Просто пройти по лесенке. Но... Ну и главное, смотреть вниз. Деревья, кажется, совсем мелкими. Только посмотрите на это. Последние шаги. Ступеньки остались. Я буду у самой вершины. Блин. Как же... Как же это стрёмно, ребята. Вот так. Ладно. Нас ждет. Конкретно вон та. Я думаю, там самое интересное. Погнали. Пора спускаться вниз. Самый прикол в том, что когда мы спускались там, в будке, сидел, ну, видимо, то ли сторож, что ли, машинист всей этой штуки. В общем, он так на нас посмотрел, увидел, что мы уже спускаемся, махнул рукой и не стал нам ничего говорить, выходить. Ладно. Нас ждет путь туда. И вот мы, наконец, дошли до основной цели нашего путешествия. Немецкий карьерный экскаватор TAKRAV ERS 710. А 710, потому что каждый его ковш вмещает 710 литров. И всего этих ковшей в цепи 38 штук, что позволяет ему загрузить небольшой товарный поезд из 12 и 13 вагонов по 60 тонн каждый всего за 15 минут. И при всем этом этот монстр является самым маленьким экскаватором в своей линейке. Даже страшно представить, что будет, если эта махина поедет. Это вот просто огромнейшие гусеницы. Вот чтобы вы понимали размер этой гусеницы. Вот мой рост. Вот я стою внутри нее. Нормально. Кошмар. Это просто монстр. Это не техника. Это просто реально самый настоящий монстр. Такая лента конвейерная. Это Норья называется. Я говорил, кулаки такие, как в розыске. Вот, всыпается сюда. Он тут крутится в пустую сторону. И понуренький. И здесь вот нож отбивной. Грунт направляет эту. А там уже что, какое налипло? Грунт я мыть. Ножом и дрезину счищает. Да, да. Это, наверное. Ага. Продолжение следует... Оборонка разделена на две течки. И посреди этих течек стоит заслонка. Вот эта ручка работает. К краю вагона подходит одна сторона. В зависимости от того, что можно и на той стороне грузить. В зависимости от того, куда идет заходка. Подходит к краю состава, чтобы не просыпать. Перекрываешь. То есть с этой уже не сыпется, а сыпется в другую. У нас уже наверху само помещение. Весь этот исполины работает на электричестве. К нему подведен кабель на 6000 вольт, которые преобразуются в 380, 220 и даже 12 вольт для внутренних нужд экскаватора. Ночевка. О, как тут тепло, реально, прям такая это. Ну, здесь все буквально с ногтами. Раньше были эти такие вот, как штурмальчики ручки. Приходилось поворачивать. Ну, как баранки там, кто как называл. А зимой все равно с утеплением получается? Ты еще выше? Класс. Так, ну, еще несколько витков снизу. Только представьте, осознайте, вот вся вот эта вот бандурина весит 1260 тонн. И может ехать 8 метров в минуту. Вот такие вот они, труженики песчаных карьеров. Очень внушительная техника. Я просто переполнен эмоциями. Если вам понравилось это видео, ставьте большие пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну, а с вами был Кот. Пока и до новых встреч.